Вот наверняка слышали те, кто заканчивали вузы, приходили куда-то на предприятие, в какую-то компанию, им часто говорили такую фразу, забудьте все, что вы до этого учили и знали. Ну, где-то, наверное, я хочу попросить точно так же, ну, хотя бы просто предложить вам это. Знаете почему? Потому что человек настолько оброс ворохом информации, настолько, извините за такое выражение, наблатыкан психологическими советами, какими-то сессиями, какими-то практиками, духовными, эзотерическими, что как бы человек даже не чувствует, насколько он этим пропитан. Так вот, это все на самом деле рулит, и оно имеет энергетическую ценность, оно имеет смысловую ценность. И поэтому постарайтесь сейчас, вот насколько это будет получаться, быть искренним, чистым вот на время этого марафона, на время этого взаимодействия. Итак, мы начнем вот с чего. Во-первых, я хочу сказать, что это пилотный выпуск, и я пока не буду забегать, что будет дальше, но я хочу сразу сказать, что духовность и все аспекты жизни не существуют отдельно. Более того, все, что есть в жизни, включая там работа, дети, отношения, времяпровождение, секс и так далее, деньги и все, что только может быть, это все под эгидой духовности. Если только существует духовность как факультатив, как нечто там иногда в воскресенье вечером, когда грустно и дождь за окном, то это, естественно, игра ментала. Далее, что я хочу сказать. Самая главная проблема. Человек пока формируется с детских лет, естественно, он формируется под воздействием семьи, школы, общества, соседей, прохожих, друзей и так далее. Человек обрастает этим образом, причем образом как о себе самом, да? Он формируется, он пропитывается, он как будто одевает его на себя. И человек точно так же обрастает образом обо всем, и в частности, о построении отношений. И почему я сейчас хочу немножко сделать на этом акцент? Вот смотрите, пока человек находится в двойственности, пока человек находится в дуальности, что есть я и другой, есть мужчина-женщина. Это деление основа страдания. То есть ключ всегда, первый ключ, ключ исцеления – это быть целым.